Монолекция 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 на одной из лекций. И задумались. Да, действительно, мы часто не задумываемся, чему учить, как учить. Но мы увидели, еще одна позиция возникла, для чего учить. Задумались над этим. Потом мы пришли к заключению, что авторы, которые до нас выступали, вчера Гусей Иврагимович долго нам рассказывал, что обязательно должно быть сотворчество. Не только давление с одной стороны, движение с одной стороны. А сотворчество, видимо, предполагает вторую часть. Чему учиться? Как учиться? Напомню в этой связи слова великого нашего ректора Лобачевского в своем годичном послании, когда он пробыл один год в качестве ректора, Казанского императорского университета. Что же он в своем послании написал? Чему должно нам учиться, чтобы достигнуть своего назначения? Какие способности должны быть раскрыты и усовершенствованы? И какие страсти должны у всех у нас быть? Чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе. Направление только их может быть вредным. Ну, когда мы говорим о том, что направленность может быть и положительной, и отрицательной. Но психология не избегает ни одной из этих страстей. И поэтому мы переходим еще к одному фрагменту вот этого нашего слайда. Для чего? Зачем? Вот на одном из совещаний в этой аудитории, когда академик Осмолов выступал перед психологами, он произнес такую позицию. Если человек знает зачем, он всегда найдет ответ как. Главное знать, зачем тебе это надо. То есть в этом плане мы говорим в психологии о смысловой и целевой ориентациях человека. Раньше говорили о мировоззрении, сейчас мы говорим о смыслах и ценностях, как бы сказал коллега Булат Салямыч Алишев. Так ведь? И в связи с этим у нас возникает вопрос, который возник на одном из наших семинаров, когда наши прекрасные девушки из группы международных отношений рассказывали нам, как смотрит на процесс технологий иностранная психология. И там было зафиксировано понятие ожидания. Что ждут все стороны и что они ожидают от этого учебно-образовательного процесса. Вот здесь я хотел бы обратиться уже к Елене Николаевне. И как вы полагаете, с ожиданиями, что у нас? Конечно же, каждый из нас как преподаватель может зафиксировать и свои ожидания от студентов, хотим мы или не хотим, все равно они есть. Какие-то более осознанные, какие-то менее осознанные. И то же самое у наших студентов есть по отношению к нашим занятиям свои ожидания. И к этому действительно мы пришли в рамках семинара, проводимым сотрудниками нашего научно-международного отдела Дарья, Наташа, Лена. И хотелось бы поделиться еще одним впечатлением от открытых лекций, которые мы проводим сейчас. На одной из лекций наша выпускница, которая выпускалась в 2011 году, она увидела на сайте университета анонс открытых лекций. И прослушав одну из них, она сказала, вы знаете, я пришла с одними ожиданиями, а получила гораздо больше, чем мои ожидания были. Когда я выпускалась в 2011 году, университет, Альма-Матер, конечно же, все было очень здорово и любимо мной. Но сейчас, что происходит в стенах Института психологии и образования, вот с такими ожиданиями выпускников мы еще столкнулись, Леонид Михайлович. Ну и ее ожидания по отношению к лекции, которую проводила Елена Николаевна, оправдались. Так ли, да? Да, даже превысили, как она сказала. Вот. И вы же мне говорили, что она сказала, что видимо, учитывается, новые веяния, да? Ну, да. То, что университет идет в ногу со временем, как раз таки с развитием технологий. И в нашем институте учитываются все новые требования к современным технологиям преподавания, обучения, подачи материала, усвоения материала. Ну и так обратимся к тому, что категория ожиданий, конечно, не новая. В свое время, когда мы проводили несколько конференций, вот здесь вот Н.Ж. Анваровна где-то сидит у меня, ага, вот. Сергей Владимирович Петрушин проводил конференции под лозунгом «Вызовы эпохи». Понимаете, категория вызовов и как ожиданий на нас действует. То есть мы живем в определенное историческое, культурное время, в определенной ментальности и все это складывается в том плане, что что-то ожидается именно как ответ на ту эпоху, на то время, в котором мы живем. Мы можем сказать, что действительно студенты приходят с определенными ожиданиями к нам в университет. Но если вот посмотреть на это более широко, ведь студенты приходят и знают, что я ожидаю. Но ведь и университет от меня что-то ждет. Преподаватели ждут. Придут талантливые студенты, как интересно будет работать. Студ-клуб ждет. Придут талантливые художественные студенты, можно будет организовать хороший смотр самодеятельности для города. Спорт-клуб ждет. Придут спортсмены, которые хорошо выступят на соревнованиях, на эстафете и так далее. То есть и студент думает, ага, каким ожиданиям соответствовать? Или учебно-научным, или спортивным, или художественным. У него большой выбор. Ну и вы знаете, по практике американских университетов, там ведь и одно, и другое, и третье ожидания очень поощряются. Не важно, что ты как учишься, но если ты в очень престижной, баскетбольной, университетской команды, и команда лидирует, ты блестящий студент. Ну, можем сказать так, вариант ожиданий. Самый идеальный вариант. Мы ждем, придет талантливый студент, студент ждет, что его действительно вовлекут в науку. Все, у нас единодушие. Редко, конечно, но бывает. У нас тут альянс складывается. Такие студенты, я думаю, что это часто под влиянием родителей, с самого первого курса знают, к кому идти, у кого писать курсовую работу, с тем, чтобы в перспективе двинуться в магистратуру, в аспирантуру и добираться до кандидатской степени. Так ведь? То есть, это путь известен. Так же, как раньше, например, ну, кто вот в старое время помнит, партийные работники очень хорошо знали, какие надо ступени пройти своему сыну в комсомоле и в партии с тем, чтобы потом занять доблестный пост, допустим, в обкоме партии. И это было хорошо известно, карьерный рост. И это отличный вариант. Второй вариант. Студент ждет высоконравственной, высоконаучной атмосферы подготовки. преподаватель говорит, да надоело мне все это. Ведет работу, как обычно, у него свои интересы, свои проблемы, статьи надо написать, в скопус надо вовремя поместить статью, отсчет написать, да и на должность неплохо бы еще подсуетиться, подработать. В общем, не совпадают ожидания. Один ждет, горит, другой уже не горит. Тогда что? У студента возникает, как бы сказал Александр Октябрьевич, состояние разочарования. Ну, еще один вариант. Студент ждет. Наконец, я поступил в университет. Наконец, полная свобода. Он знает, студент живется весело от сессии до сессии, а сессия два раза в год. Замечательно, говорит. Теперь-то, наконец, я отдохну от притязаний родителей, от надоедливых учителей. А преподаватель ждал стобальников. Ну, и как вчера нам показали, а стобальники-то разные. Пришли в МГУ стобальники, а у них в общем, они 25 ошибок на одной странице делают. Ну, что ж, что нам в этом случае говорят? Вот, на одном из семинаров профессора Салихова говорила, помнишь? Как она тут? Ну, то, что про университеты? Нет, вот про то, кто к ней приходит. А, ну да, то, что приходят студенты не из первых 50 в рейтинге, а, может быть, даже из самых последних 50. И приходится работать с тем, что есть. А нейронные связи не выстроены. Да. И как быть преподавателю? На кого ориентируется? На тех, кто очень хорошо знает, ну, в общем, в данном случае общепсихологическая, математическая подготовка хорошая? Или на тех, я сейчас скажу интересный факт, кто, поступив с экзаменом математика на факультет психологии, на внебюджет, не знает таблицу умножения. Потом я выяснил, а папа у ней кандидат физмат-наук. Парадокс? Ну, бывает, что сделаешь? То есть, с кем приходится работать? Дальше директор, ректор, у нас говорят, ребята, другого контингента не будет. Так ведь? Все мы знаем, преподаватели. Работайте с тем, кто к вам пришел. Ну, у них там сложности, у них нейронная организация сейчас перестраивается, и, в общем, они живут в другое время, они привыкли только к компьютеру, так что учитесь. Работайте с теми, кто пришел. Что мы в этом случае можем сказать? Давайте поставим слайд. Что из себя представляет выбор? Нет? Нет? Да, да. Воспользуемся мы в этом случае позицией Рубинштейна. Это у нас классик, и мы всегда к нему очень с почтением относимся. То есть, он написал книгу в конце своей жизни «Человек и мир», где захотел, скажем так, не в очень научной форме изложить свое философско-психологическое кредо и описал все так, чтобы его могли понять не только научные работники, не только люди с высоким уровнем подготовки, но и все пользователи, любые. И в этом случае он посчитал, что все-таки единственное, что мы имеем в частном случае в психологии, это есть человек, мы говорим человек, личность, субъект, и есть окружающий его мир. И вся наша психология проходит как? Или созерцание этого окружающего мира и помещение в себя этого мира в виде образов, в виде моделей, или преобразование этого мира, когда мы говорим о деятельности. Ну, философия говорит, что есть два процесса. Созерцание, преобразование. В данном случае так и есть. То есть студент тоже стремится к тому, чтобы на этапе, как мы говорим, социализации вобрать в себя то, что накоплено, ну, в частности, допустим, в психологической науке. Вобрать в себя. Но ведь это не полное ожидание, которое мы также ждем. Кроме того, согласно вот подходам, которые нам были представлены совсем по другой сфере. Вот Ирина Михайловна Пучкова хорошо знает сферу психологии труда и нашего выдающегося казанского психолога Климова Евгения Александровича, который в свое время разработал концепцию профессиональной ориентации, посчитал, что есть пять типов профессий. Ну, а мы трансформировали типы профессий в типы объектов и в типы направлений, по которым может развиваться идеология или деятельность студента. Он может развиваться в направлении. Давайте-ка покажем. Взаимодействие. Красное. Да. Человек. Где там человек у нас? О, человек-человек это привычные для нас профессии психологические, юридические профессии, социологические профессии и прочее. Так ведь? Это то, к чему мы готовы его подготовить. Но наш же студент говорит, что я ведь склонен также и к природе. Мне интересна физика. Мне интересно вообще происходить жиление жизни на земле. Потом он говорит, что да, но когда я сажусь за компьютер, мне интересна и техника. Так ведь? А когда я прихожу домой и мне нужно написать отчет по работе или подготовить доклад, он обращается к знаковой системе, в которой работают математики, программисты и так далее. Наконец, когда он завлечен нашим студенческим клубом, он говорит, я там наконец-то раскрываюсь. то есть я в театре реализую самого себя. Конечно, было введено понятие ведущая деятельность в Иготске, Эль Коне, все мы это понимаем, что она и определяет главнейшие психологические изменения в человеке. И в данном случае мы говорим, да, мы допустим взаимодействие в рамках своего направления, своей ведущей деятельности именно так формируемся. Но на сегодня особенно возникла эта проблема, знаете, в чем? Когда постоянно стали говорить о практике, стали обращать внимание, что очень хорошо решать бы нам всем проблемы или ситуации с учетом междисциплинарных связей. Готовы ли мы к этому вопрос? Итак, какой же смысл у нашего студента поучиться? Что в этом случае нам говорит положим психология, да и вся учебно-профессиональная деятельность в ВУЗе? У нас два выбора и у вас два выбора. Вот наш замечательный психолог, основатель Казанской психологической школы Бехтеров Владимир Михайлович сказал, так сказать, выдвигая в качестве тезиса при организации психоневрологического института, что надо познать человека и помогать человеку, помочь человеку. Он был сторонником как научный деятель, конечно, научной психологии, то есть совершенно отстранённой от субъективизма, психологии с большой статистикой. Когда он приходил к своим больным и старался индивидуально помочь в лечении душевной болезни, он понимал, что без субъективной картины личности, без субъективной психологии тоже не обойтись. это то, с чем сталкиваются наши психологи. Вот к чему меня тянет, думает психолог, заняться под руководством, допустим, Марка Геннадьевича научной работой, он увлечённо вовлекает в свою работу всех. Или всё-таки мне хочется работать в последующем в органах внутренних дел, надеть погоны лейтенанта и с офицерами диагностировать их, помогать им снимать конфликты и так далее. Так ведь? Разные варианты бывают. Куда же пойти? Что же сделать? Ну вот в этом плане, если говорить только о психологах, у нас есть несколько таких вот выборов. Выбор первый для психолога в рамках, видимо, научной ориентации. Хочу стать в пределе доктором наук, профессором. Ну, замечательно. Это всегда было престижным быть профессором, положим, Казанского университета. Так ведь? Да. Другой говорит, нет, пожалуй, это долго и трудно, особенно, когда мы ему рассказываем, как надо, сколько усилий приложить, чтобы кандидатскую защитить, сколько надо написать, чтобы докторскую защитить, и сколько ты будешь получать в конце. и по пути к этому сколько будешь получать. Он думает после этого, остается ли у него мотивация или нет. Второй вариант, он говорит, я хочу помогать людям. Ну, быть как выдающийся психотерапевт, ну, американский, положим, Карл Роджерс, ну, психологи его хорошо знает, так сказать, мировая величина. Нет, еще один вариант возникает, как бы, вот, сказал мой коллега Гарифолин здесь сидит, хочу я овладеть методами воздействия на людей, манипулировать ими, как в свое время учил нас Корнеги, Шостром, Мессинг и другие. А почему бы нет? За счет манипулирования, которое у нас провозглашено сейчас по-другому немножко, в прогнозе развития психологической науки и практики до 2030 года, говорится, одно из актуальных направлений это социальная психология по управлению массовым сознанием людей. Фактически это психология воздействия в том или ином варианте. Но здесь и в этом случае, как говорит наш ректор, преподаватели должны иметь свою харизму. Вот здесь я обращаюсь к Елене Николаевне, она про харизму знает. Спасибо большое. Что же такое харизма-то? Нужна ли нам харизма? Ну, чуть-чуть просто переключить ваше внимание. Древнегреческая мифология говорит о том, что харизма это способность притягивать к себе внимание. Ну, а если обратиться к каким-то другим размышлениям, то харизмой можно назвать некую исключительность человека, одаренность, интеллектуальную или духовную, возможность взывать к сердцам, возможность свести за собой. А вот из своего опыта в студенческие годы я проходила тренинг, и там дали обратную связь, что вот я харизматичный человек. На что я сказала, ну, любое качество, да, беру, но харизматичность как-то мне кажется еще надо мне развивать. На что мне ответили, харизматичность это прийти и не остаться незамеченным. То есть, вот, наверное, может быть еще и так. Ну, вот, еще один выбор, и уже, наверное, последний для психологов. К нам приходят очень часто абитуриенты, в последующем студенты, которые, мы могли бы сказать, не самоопределились, ну, он поступил за компанию. Вот, в свое время мой научный руководитель Пономарев Яков Александрович говорит, а знаешь, это я ведь привел выдающегося философа Копнина на философский факультет МГУ. Я говорю, как так? Да так, вот мы закончили школу, и он был круглый отличник, медалист, ему все равно было куда поступать. Я говорю, пойдем на философский факультет, ну, пойдем на философский факультет, ну, так он стал философом, но в последующем очень известным философом, руководителем, директором института философии и так далее. То есть, ведь часто студенты приходят за компанию, поступают, то есть, не самоопределились, и, наверное, обучение на бакалавриате это еще не последняя ступенька в их образовательной деятельности. Многие приходят к нам и потом говорят, «О, нет, 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 я бы хотел в последующем поступать во ВГИК, потому что я знаю, что я умею организовывать, я знаю, что я могу писать сценарии, психология мне помогает, особенно клиническая психология, увидеть все многообразие людей. Все, быстрее заканчиваю наш психологический факультет и бегу во ВГИК». Другие говорят, «Юрфак я закончил, все, надо бы мне психологией обладеть». И к нам приходят на второе и высшее в магистратуру сейчас очень интересные ребята с экономикой, с юриспруденцией, с медициной. То есть они продолжают самоопределяться еще, продолжают выбирать. Ну вот, в этом случае я поставил себе вопрос, а готовы ли мы полностью в научном плане, в современном ключе работать с ними. И еще раз обращаюсь к тому, что да, вот они пришли заниматься наукой. Но вот мы провозгласили, что сейчас очень важным является практическая ориентация любой науки. Нам предлагают говорить, давайте снова вернемся к ситуационному подходу. Вот есть конкретная ситуация, надо ее разобрать. Ну хорошо, вот когда мы встречаемся со своими коллегами, которые работают с дошкольниками или со школьниками, так сказать, начальных классов, там действительно мы можем поставить ситуацию и, обладая определенным набором знаний, в общем, постараться ее многомерно увидеть и, может быть, даже разрешить. Так ведь? А любая ситуация, которая требует глубокого научного осмысления, требует на сегодня междисциплинарного подхода, так же, как это, например, в психологии бывает при возникновении, где там Евгений Батырыч, что он сидит, при возникновении до ситуации в суде. То есть, когда человек не очень был, видимо, вменяемым, не в очень хорошем состоянии был, совершил преступление, ну, адвокат говорил, он был в состоянии аффекта или, в общем, был в не очень, ну, не в очень нормальном состоянии. Требуется какая экспертиза? Медика, психологическая экспертиза, психологов одного уже не доверяют, он только со стороны психологии может оценить, значит, должен быть еще и медик. Я бы привлек еще и социального работника, привлек бы еще и, наверное, юристов сюда. Ну, в общем, это комплексный подход, как в свое время говорил Бехтерев. Желание понять душевную болезнь, желание понять изменение мозговой деятельности требует морфолога мозга, то есть, теперь это, говорят, нейропсихолог, требует психолога, который по повинденчинским аспектам смотрит, требует генетика, как теперь говорят, ну и так далее. Вот, готовы ли мы сами выйти за пределы своей узкой науки, когда складывается необходимость оценить или дать ответ, принять решение по ситуации, по конкретной. Наверное, у нас есть над чем задуматься. Можем ли мы выйти в пограничные науки или нам надо приглашать? Ведь, смотрите, вот в той же психологии был замечательный опыт. В свое время Ананьев провозгласил, давайте создадим институт человека. То есть антропологи, генетики, психологи, физиологи, историки, философы объединимся вместе, поймем человека. Но ведь на чем мы сломались или сломался так сказать деятель института, который тогдашний академик Фролов, которым руководил? Мы не могли найти общий язык. У нас же язык-то разный. При осмыслении одной и той же ситуации, одного и того же эффекта нам трудно бывает договориться. А вот сейчас такое время, когда в рамках междисциплинарного подхода нам надо будет видимо договариваться, потому что практика требует это. Хорошо. Вариант еще один. Я практик, я готов к преобразованию, преобразованию другого человека. А готовы ли мы оказать ему такую помощь? мы сами владеем инструментами воздействия на человека, инструментами изменения человека или в полной мере, как педагоги говорят, воспитания человека. В общем, трудностей у нас немало в этом направлении. стратегиям. Мы перейдем к стратегиям. В психологии мы наработали ряд стратегий, которые для психологов понятны и выбор есть. Выбор есть. Научная стратегия по-другому пусть будет названа абстрактно-аналитическая стратегия. Вот все ее элементы главные. Что в этом случае, как правило, в любой науке делает научный работник? Выделяет какой-то очень узкий спектр, какую-то характеристику, способность, явление человека, элемента и так далее. И начинает ее тщательнейшим изучать, постигать, преобразовывать в рамках, так сказать, лабораторного эксперимента выявлять все это. Свойственно для всей экспериментальной науки. Наконец, он получает замечательный результат, который делает вклад в науку. Для психологов ситуация. Он получил звание доктора наук. Он проработал все, что касается психологии восприятия. Заходит к нему сосед, он знает, что профессор живет рядом психологии. Слушай, говорит, жена меня бьет, что делать? Тут он задумался, так психология восприятия, как же применить? И он вынужден решать ситуацию не на научном языке, потому что он не специалист по взаимодействию мужчины и женщины. Здесь другие. Он говорит, иди вот к другому, он знает это все. То есть мы сталкиваемся с тем, что наши классики сказали когда-то. Научный работник, его подготовка подобна флюсу. У него что-то одно очень выраженное. Он знает все о немногом и мало знает о многом. А вот для того, чтобы быть учителем хорошим, лучше знать понемножку обо всем, ну и не слишком уж так сильно о чем-то отдельном. Другие стратегии. Вот практическая стратегия. В психологическом варианте она чаще всего может рассматриваться как стратегия целостного подхода, когда перед тобой живой человек, как в психологии консультирования, например, живой человек, то есть он обладает телом, обладает так сказать психикой, обладает определенными нравственными элементами, всем обладает. Он целостная фигура, целостный человек. И с ним надо работать. Ведь он не только ждет какого-то психологического твоего знания, психологической диагностики, но разрешения своей проблемной ситуации, ну, в связи с тем же случаем с женой. Психотерапевты нашли здесь хороший ход. Они посчитали, что лучше всего, если я всех людей определю как типы определенные. Это мне помогает. Я схватываю, ну, процентов, допустим, 60-70 его индивидуальных особенностей, присваиваем категории типа, например, нудный человек. Все. Он заходит ко мне, два-три слова, я вижу, нудный, все, я знаю примерно, как с ним работать. В психотерапии это возможно. В любой практической деятельности, в учебно-образовательной деятельности существует типология студентов, типология преподавателей, в обыденной жизни существует типология мужчин, типология женщин, типология боссов, типология аномальных работников. Множество научные работники говорят, это несерьезно. Это бытовая классификация. Но помогает работать. Вот проблема-то в чем? Практика является, как говорится, по классикам, критерием истинности. Вот что. Может быть, теорию под практику подправлять тогда? Вопрос. Вот Елена Николаевна будет сейчас. К чему мы пришли дальше? Ну я уже пропускаюсь. Ага, нет. А это уже дальше пошло, да? Назад. Ага, вот еще надо. Специально. Опа. Еще. Ага. Для коллеги Гарипулина. Э, он говорил. Так ведь? Есть еще одна из стратегий, манипулятивная стратегия, которой психологи любят учиться. Да и не только психологи, вы знаете. Управлять другими, воздействовать на других людей, получать от них то, что ты желаешь получить, это ведь талант тоже, знаете. Студенты тоже бывают, манипуляторы. И преподаватели манипуляторы, и студенты манипуляторы. Детишки манипуляторы великие, когда выпрашивают у нас что-то, а уж какие родители манипуляторы бывают, которые говорят, обещают ему, если ты получишь пятерку, то я то, тебе сделаю, то куплю, ну и так далее. В общем, идет постоянная манипуляция. Психология профессионально изучает это явление, и в общем-то это важная характеристика. Ну и конец, последняя стратегия вот эта. Если уж ты никуда не годен, пришел, не самоопределился, займись саморазвитием. Изучи все, что дают тебе в психологии, и пойми, наконец, какой же ты человек. Я думаю, что иногда и на юрфак приходят такие люди, которые не самоопределились, и они тоже нуждаются в том, чтобы еще понять, какой я. Ну, а дальше мы переходим к тому, что вперед, да, вперед к тому, что вот наш, на мой взгляд, вот мы уж согласовались Еленой Николаевной, вот традиция наша в учебно-образовательной деятельности все-таки, боюсь сказать, научить компетенции или помочь овладеть компетенции, как вы полагаете? Вот вопрос. Помочь овладеть или научить компетенции, а? Одним словом, я не пользуюсь постоянно словом компетенции, а так до сих пор глубинный смысл не уловил, но вот мне знакома очень хорошо старинная аббревиатура ЗУМ. Ну, используя из них знания и умения. Вот знания, опа, извините. Назад. Ага. Вот, допустим, знания. Мы все считаем, что студент должен все хорошо знать. Так ведь? Потом мы схватываемся, что он же все-таки пойдет в жизнь, он же что-то практически должен уметь, как иногда говорят, у него в руках должно быть какое-то ремесло, и когда мы вот на третьем, четвертом курсе своих студентов опрашиваем, они и раньше говорили, и до сих пор нам говорят, практики нам не хватает, я вот знаю, и теории знаю, и принципы знаю, и могу даже всех измерять, диагностировать, методики мне известны, а вот на практике как помогать человеку, я затрудняю, я боюсь, я не знаю, что делать, у многих это проблема, но дальше пойдем, пойдем к тому, что действительно наша образовательная парадигма, на мой взгляд, должна иметь вот такой вот вид, надо прибавить еще, с чем столкнулся, я допустим, я думаю, каждый сталкивается, вот с тем, что не всегда представлено бывает в деятельности, что студенты часто знают, но не владеют, то есть могут ли они на этом профессиональном языке в свободном общении говорить между собой, часто он знает, выучил, рассказал все, только с ним начинаешь говорить, вот уже по-свободному, он затрудняется, то есть надо, чтобы он владел, например, ну, покажи, ну, и, наконец, если уж мы говорим о сотворчестве, надо дать шанс и возможность студенту реализовать себя в творении, так ведь? так, и здесь мы подходим к тому, что у психологов есть необходимость воспользоваться знанием двух механизмов, если интеллектуально-деятельностный механизм это может быть не всегда приятен и комфортен для других, то вот мы уже обменявшись коллегами на этих семинарах, что всем совершенно ясно и понятно, то есть мотивационный механизм привести в движение, это крайне необходимо, я думаю, что это крайне важно. Ну, это схема, пойдем дальше, давайте ее пропустим, интеллектуальный механизм. Вот, Елена Николаевна остановится на мотивационном механизме. Да, несколько слов проговорю о том, что интеллектуально-деятельностный механизм по предыдущей схеме показан, что он работает следующим образом, что осуществляются постоянные взаимопереходы от внешней плановой деятельности к внутренней плановой. Что это значит? Вот о чем сейчас Леонид Михайлович говорил, что студент не только насыщается знаниями, то есть он погружает это вовнутрь, но еще и выдает потом вовне, насколько он этим владеет. Затем опять переходит во внутренне плановую деятельность, а затем опять во внешне плановую. Так вот, по нашему мнению, мотивационная составляющая работает похожим образом и постоянные взаимопереходы осуществляются между внешней и внутренней мотивацией. Ну, помнишь, как это там классики наши говорят, идет интернальный экстернальный процесс. И эти постоянные взаимопереходы идут, то я вовне направлен и делай руками что-то, то оцениваю это, перемещаясь вовнутрь. Но некоторые люди сосредоточиваются преимущественно на одном полюсе. Вот практики, они говорят, да, не будем задумываться, надо научиться руками все делать. А теоретики, наоборот, говорят, ну, я вот все думаю, я умею думать, я умею классифицировать, обобщать, записать это в виде формулы. Ему пользователи говорят, а как ты внедришь практику? И тут у нас есть один замечательный профессор, работает в институте психологии РАН, он говорит, а вы знаете, это не мое дело. Я вот умею думать и умею писать про это. Хотите внедрять, не хотите нет. Вот, есть такая позиция. Еще, да, несколько слов про мотивацию, вернемся. А в каждом из ваших студентов вы, конечно же, понимаете, что представлена как и внутренняя, ну, тут детерминация, мотивация, так и внешняя. Внешняя – это внешние стимулы, то, как вы их побуждаете, то, как вы их заинтересовываете, а внутренняя – это вот как раз-таки то, что у них внутри, да, их мотивация и их представление о самих себе. И вот есть очень хорошая, на наш взгляд, идея, что внешние цели и мотивы, они, конечно же, влияют на результативность деятельности, но насколько они эффективны и насколько они долгосрочны, если мы встречаем у наших студентов сопротивление. А вот говоря о внутренней цели субъекта, о внутренней мотивации, это как раз-таки та часть, которая имеет долговременное влияние. Говоря о взаимопереходах внешнего во внутреннее, стоит говорить об механизме интроцепции, как раз-таки соединение внешних целей с внутренними, как раз-таки то, что мы реализуем в своем рефлексивно-целевом проекте при работе со студентами. Вот здесь я хотел бы еще подсказать всем нам. Вы знаете, вот на мой взгляд величайший талант того, допустим, психолога, того преподавателя, того управленца, который знает внешние цели, но у него есть талант так донести эти внешние цели до пользователей, до исполнителей, что они становятся его тоже собственными целями. Это величайший талант. Вот использую здесь ссылку на того же Карла Роджерса, великого психотерапевта, когда его спрашивают, как же вам удается вот так вот, ну, в общем, в рамках его клиент-центрированной терапии так работать с клиентами. Что он ответил? То есть, кто спрашивал, ждал, вот такой алгоритм есть. Что он ответил? Он сказал, вы знаете, на таком психотерапевтическом сеансе я тонко и щадяще создаю определенную атмосферу, когда клиент желает мне все о себе рассказать. А как он создает атмосферу? Это, видимо, это искусство. Вот мы все стремимся к тому, чтобы наши студенты взяли наши цели. Обладаем ли мы талантом побудить его к тому, чтобы он взял эту цель, если она ему не очень нравится, не очень близка? Вот проблема. Как это сделать? И мы здесь пришли к заключению, что пора переходить к технологии проектов. Так ведь? Ну, не волнуйтесь, мы не будем вас сильно утомлять. Пришли к какому заключению? В отличие от, ну, допустим, от тех событий, которые в рамках у нас идут, что могут быть не только технологии одного занятия, а могут быть такие долговременные технологии в работе. Например, вот в данном случае технологии конструирования психологических тестов или создания учебных пособий студентами. То есть с самого начала, в начале семестра мы уславливаемся, допустим, это по психологии саморазвития или по психологии конструирования тестов, да, ваша задача в течение семестра так поработать, допустим, два-три человека, чтобы из ваших рук выскочил тест. Да не только, так сказать, такой маленький, слабенький, но чтобы он был, ну, почти валидный. Что в этом случае можно сказать? Побуждения были, работы были, вот результаты, вам скажу, вот книжка под названием «Психология личности, новые тесты». Здесь сплошь тесты, созданные студентами. На чём я, допустим, играл в этом случае? То есть, как они вовлеклись в эту деятельность? Не только боязнь того, что зачёт, не зачёт, оценка, не оценка. Честолюбие, на честолюбие играешь. Твоя фамилия навсегда войдёт в эту книгу. Тебя будут читать психологи. А если тест хороший, ещё и воспользуются твоим тестом. И будут, может быть, ты будешь известным человеком. И люди соглашаются на это. И очень неплохие некоторые тесты здесь у нас получились. Вариант второй. Создание учебных пособий. Одно, второе, самое большое вот это. Я принёс просто рукопись. Вот труд, созданный студентами. Называется «Учебно-методическое пособие по курсу «Методологические основы психологии». Не халабала. То есть это пособие создано было в преддверии одной из Бехтеревских конференций. Когда, я говорил, на конференции приедут выдающиеся умы и там будет непременно одна из секций по методологии теории психологии. Давайте свою эрудицию покажем. Давайте сделаем набор категорий и проследим эволюцию этих категорий в истории науки данной. Вот дальше что надо было делать? Дальше надо было сценарий раскручивать. Так ведь? Как это делать? Ну, традиции. Допустим, выделяем несколько групп, но группа не работает. Для книги, для любой важно сделать редакцию. И редакция избирает главного редактора. И тогда книга уже начинает работать. То есть главный редактор, редакция, заказывает, так сказать, своим исполнителям, просматривает материалы, критерии определенные. А главный редактор вообще за все отвечает. Так ведь? В конце концов, результат же есть? Вот результат. Долговременный проект. Ну, что ж, я думаю, что долговременные технологии имеют право на жизнь, потому что они сопрягаются с тематикой, с содержанием этого курса и позволяют нашим студентам, ну, хотя бы капельку или в технологии прорваться, то есть по-другому написать все это, или чуть-чуть привнести элементы новизны в содержание. Другие студенты. Психологические методы исследования персонала. Здесь есть тест одной студентки, который здесь опубликован. Последнее пособие. Две студентки, которые в настоящее время уже давно ушли работать в силовые структуры, написали замечательную книгу на базе уже дипломной работы. Я говорю, хотите же книгу видеть? Я знаю, что вам папа может помочь опубликовать эту книгу. Клюнули, все, книга появилась, психология несовершеннолетнего осужденного. Евгений Патриевич интересно будет, да? Интересно же? Ну, вот. Это продукты реальные, понимаете? Долговременные продукты. Ну и последний технологический наш вариант. Ну вот, Елена Николаевна, давай. В рамках практически любого курса по психологии, но чаще всего мы его используем в рамках либо психологии личности, либо психологии саморазвития личности. Мы используем метод интервью с самим собой как метод создания рефлексивно-целевого проекта. И изначально наша идея была обратиться к трудам Рубинштейна, которого сегодня Леонид Михайлович уже упоминал в начале лекции, и идти путем, чтобы студенты могли в своем проекте описать, что я хочу, что я могу, что я должен в рамках изучения курса. Ну да, ведь я еще говорил, что Рубинштейн к чему пришел? К простоте. Он говорит, да, существует множество концепций личности, но в конце концов есть три главнейших элемента, которые понятны всем. Хочу, могу, какой я. Хочу это что? Это вся мотивация. Направленность, мотивация, проблемы, потребности, желания, стремления, все это можно одним словом обозначить. Могу, это мои способности, дарования, таланты. Тоже понятно всем. Ну и, наконец, какой я при этом? Вот и вся психология личности, по мнению Рубинштейна, была. Но это теоретический подход, а для того, чтобы нам перейти от теории к практике, мы предложили другой вариант. Да, следующая схема, по которой студенты работали над своим рефлексивным целевым проектом, это описание в себя, я, какой я, да, также возвращаемся, что я хочу, что я могу, что я должен. В пункте действую они описывают свои реальные действия, что они делают по достижению вот того результата, к которому они идут. ну и в рамках традиции нашей Казанской психологической школы, что я переживаю, соответственно, чувствую мои эмоции, состояние. смотрите, мы перешли тоже к такому варианту, я думаю, что в любой науке можно довести все до определенного сгустка информации, до определенного, ну, сгустка всех сведений, до квинтэссенции, понимаете? то есть, фактически, я уже говорил, мотивация представлена, большая часть и общая, и психология личности, все. Способности представлены. Это в пункте могу. Да, в пункте могу представлено все, то есть, мы схватываем творчество, мышление, восприятие, все здесь. Кроме того, мы схватываем личностные особенности и, понимаете, в чем дело? Потому что нам уже требуется личностная особенность не все для ситуации. Как сейчас явствует в рамках социального конструкционизма для любой задачи, нам нужно только те качества, которые в это время работают на эту ситуацию при всем многомерном видении твоего, так сказать, внутреннего мира. Наконец, вы не могли уйти от категории, знаете, какой? Должен. Почему? Рубинштейн не задумался над тем, что я ведь не только хочу, я и не хочу иногда, а надо. Студенты ведь тоже иногда говорят, я не хочу, а надо сдавать, надо выполнить этот проект. Или я хочу, говорит студент, да к таблице умножения не знаю, не могу математику-то применить. Пойду-ка я к Марку Геннадьевичу, пусть он меня помогает математику преодолевать. Видите, какие возникают сложности. Потом, почему еще категория должен? Оказывается, если пошире смотреть на психологию внутреннего мира, на поведение человека, многие родители ожидают, что наконец из него человек получится, когда он закончит юрфак. Ты должен быть юристом, папа юрист, мама юрист, ты должен быть юристом. иду, буду юристом, все, поступил, меня поступили, вернее, там, учусь, а не хочу быть юристом, психологом быть хочу, но должен. Понимаете? Возникает ситуация, работает человек, ну, а у кого в рамках должен, все в порядке с моральной стороной, никому ничего не должен, как теперь студенты говорят, но он хочет добиться этого результата, тогда должен, у нас представлен волевой организацией человека, и там уже определенные, так сказать, напряжение сил должно быть приложено. Наконец, у Рубинштейна же нет действия, нас к чему сейчас побуждает, не только надо знать, но надо действовать на основе знания, надо стремиться к американскому менталитету в нашей жизни, так ведь? Американцы только действуют, а вы все думаете. И тут мы сталкиваемся с чем? Да, теория деятельности у нас проработана, но сегодняшний вариант какой? Да, надо этапы наметить, надо время определенное удалить каждому этапу. И теперь, вот мы с Еленой Николаевной обсуждали этот вопрос через менеджмент, оказывается, риски есть. Я все наметил по времени, по этапам, а денег нет. или Татфондбанк пролетел, у папы были там деньги, он мне говорит, все, фирму свою не откроешь, извини, дорогой, ничего не сделаешь. Один риск. Другой риск, ну, я ведь могу еще и заболеть, или при перелете в Америку, где я хочу утвердиться, самолет упал, или в Мадагаскаре приземлился, ну и так далее. Рисков же множество бывает, так ведь? Надо предусматривать какие-то риски, закладывать их в эту деятельность. Ну и, как мы говорим, переживаем, да, ведь чем психология характеризуется? Тем, что, если я что-то делаю, я обязательно к этому должен как-то относиться, как бы сказала нас профессор Фахруддинович, не вижу ее сегодня, где Лиля Раифовна? Нет. Она же докторскую по переживаниям защитила, поэтому каждый из нас переживает. Вот мы сегодня, Савелья Николаевна, целый день переживали, как лекция, получится, не получится, вдвоем все-таки это же, черт-те что. Вот. У нас определенное отношение как-то к этому. Страстное отношение вроде, с другой стороны, боязливое отношение. то есть, живые мы люди. К примеру, может быть? Да, да. И теперь у нас уже завершающая стадия. Ну да, хотелось бы сказать еще, что вот этот метод инфицирования собой предполагает, что студенту дается план написания этого проекта, но план – это всего лишь ориентационное поле. И, как я уже сказала, поскольку мы в разных курсах его используем, план может как раз-таки меняться в зависимости от того курса, в котором выполняется этот долгий проект, интервью с самим собой. И на самом деле за долгое время использования накопилось большое количество планов. Вариации. Да, вариации планов. Тут вот можете посмотреть. И самый, конечно, крайний вариант, который мы используем, это все-таки исходя из цели. Они описывают свою цель. Причем мы работаем так и с аспирантами, они оставят иногда цель как защита диссертации. А некоторые в своих проектах нас удивляют и пишут, что кандидатская диссертация – это далеко не цель, это всего лишь промежуточный, да и докторская тоже, это всего лишь промежуточный этап для достижения какой-то более большой цели. Вот еще несколько планов. Да, вот сейчас Елена Николаевна точно увлечется одним очень классным таким высказыванием по реализации цели. Но в преддверии этого я хотел бы сказать вам, какую цель вообще ставят студенты? Мы же не все знаем. Например, вот цель какая? Моей целью, когда вот доходит дело до откровенного, так сказать, реализации этого замысла, интервью с самим собой, моя цель – эмиграция в Канаду посредством рабочей визы, получение статуса гражданина, приобретение соответствующих прав. Ну и здесь расписывается процедура на 15 этапах. Не буду причислять. Вариант второй. Мне надо увеличить доход минимум до 50 тысяч рублей. Ну, видимо, в месяц. Время работы 6 месяцев. Этапы, ну и этапы предписаны. Хочу приобрести Мерседес С-класса. Данную цель смогу достигнуть через 10 лет, если буду зарабатывать около 150 тысяч в месяц. И дальше надо, и идет роспись. Как этого достигнуть, как реализовать этот многолетний проект. Ну, а есть и более правильные студенты, аспиранты, которые пишут правильные так сказать трактаты, имеют правильные цели. Вот, Елена Николаевна сейчас озвучит. Не буду долго отнимать ваше внимание, буквально несколько строк зачитаю, что это аспирант, на текущий момент он учится одновременно в магистратуре Германии и в аспирантуре КФУ. Так вот, он о себе пишет. Я всегда был довольно смышленым парнем, играл в шахматы, так здорово, что доигрался до звания кандидата в мастера спорта. И первый свой самостоятельный целевой поворот жизни я совершил в 18 лет, когда работал волонтером на универсиаде и понял, что знание английского языка может быть достаточно полезным. Я усердно взялся за английский язык, изучал его по ночам после обучения на бакалавриате и вечерней работы подработки для дополнительных денег. В итоге через год я поехал в США по программе Work and Travel. После окончания бакалавриата я год проработал в школе учителя и также продолжал совершенствовать свой язык. Для обучения за границей я выиграл град и довольно долго ждал ответа от немецкого университета. В это же время подал документы в аспирантуру КФУ. Меня приняли в аспирантуру и одновременно пришел ответ из Германии, что я поступил и в университет Марбурга. Планы на данный момент невероятно амбициозные. Мне нужно и написать свою диссертацию, и выучить три иностранных языка английский, немецкий, французский. И мой план на данном этапе заключается как раз таки в достижении этих целей. Кроме этого, я получаю теоретические знания и практические умения, и через призму этих знаний и умений в итоге ищу себя. Ну вот такое сочинение. Это кратко. Правильный так человек. Действительно устремленный, действительно человек нашего времени. И именно такие люди в перспективе, конечно, как мы говорим, займут те должности, которые помогут нашей стране решительно продвигаться вперед. Вот мы на этом, видимо, на этой реализации наших замыслов и проектов можем сказать, что мы закончили нашу лекцию и поблагодарить вас за внимание. Спасибо вам. Вопросы можно подавать письменно. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова